Всем здарова ребятки, меня зовут Павел и сегодня начинаем увлекательное прохождение, отчасти экспериментальное, за манушной средневековой вежевалки Medieval Dynasty. Мы появились, играем за Росимира, всё по-прежнему как и осталось. Игра за эти несколько лет обновилась, или сколько там ей год, уж не помню. Что-то тут всего понадобавили, какие-то квесты, бандиты, животные, постройки, всё это надо пощупать, посмотреть. Ну вот только появились на карте, но я вот хочу отойти по тропинке. Я тут пару месяцев тройку назад играл и узнал, оказывается, что тут у нас добавили на карту случайные события и валяются где-то разбросаны всякие ресурсы. Ага, вот они, деревянная лопата, ну это мы конечно сразу берём, открываем сундук, железная руда, продать сразу и монетки. Так, что у нас тут, передать стопкой? А, прям сразу нельзя передать? Ну ладно, ничего страшного. Может ещё, если пройти чуть дальше, там ещё что-то будет лежать? Было бы очень круто и интересно. С другой стороны, надо бы активировать первый квест, нужно быстрее строить наш первый дом. У меня прям руки чешутся посмотреть, что же разработчики нам добавили для строительства дома. Может его наконец-то можно как-то обставить? Ой, ворон добавили! Ничего себе! Вороны, кролики, открытое место обитания зверей, леса, чего? Так много оповещений. Ой, надо по пути палочки же пособирать, да? Точно. Палочки, камушки, нам наверное нужен будет топор стопудово, ветки, собрать, собрать, это всё нам очень надо. По настройкам игры, ребят, что? Установил время сезона 5 суток, чуть-чуть там на 10% увеличил получаемый опыт технологий, быстрый крафт поставил для удобства и неограниченный переносимый вес, потому что, если честно, вот постоянное перекладывание, это прям вот лишнее, лишнее. Так, ветки, 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 ещё чуть-чуть веток, камушки. И нам нужно смастерить... Ай, подождите, у нас же, по-моему, в начале, в самом начале нам по квесту дают, да. Нам по квесту скажут смастерить топор, поэтому пока что не будем. Ой, какая красота, всё-таки стала, да. Оптимизацию подтянули, видно сразу, просадок вообще нет. И зелень красивая, небо красивое, всё просто классно, текстурки. Слушайте, текстурки вот на ультра поставил, но, если честно, по сравнению с высокими настройками, не сильно заметно, прям не сильно. Но всё равно божественно красиво, просто от асс. Что-то, как мне помнится, вот если по этой тропинке идти, что-то тут где-то припрятано. Прямо руки чешутся. Надо будет как-нибудь, наверное, зимой или осенью пройтись по дорожкам, да. Глянуть, что у нас там, что раскидано вокруг тропинок. Открыто ещё одно место обитания ворона. Интересно, вороны что у нас? Они в качестве пищи, да? Голуби. Наверное, тут добавили эти селки какие-то, да? Раньше же были селки в этой игре. О, вот это мои любимые, конечно, питомцы. Это ж просто красота. Гусыня, гусак. Так, гусенок. 1500, 750, ничего себе. Ой, не всё так синхронно. Такое. Ох. Ну вот это, конечно, жалко, что не исправили. Это прям, ну... Ну это прям надо было исправить поведение, да, животных. Ну ладно. Нам нужно поговорить со смотрителем. По-моему, это был дядь Караси Мир раньше, да? Он же сейчас так и остался. Альберто. Пипин. Хм, Пипин. Как выглядит Пипин? Грустно. На полшестого, судя по всему, Пипин. Так, Росимир. А, Юнигост. Да, точно, Юнигост. Но эти глаза, я не думал, что увижу их снова. Один синий, синий как небо, а другой чёрный как кусок угля. Здорово, забавно, моя бабушка описывала тебя. Значит, ты не призрак. Хорошо, на секунду я подумал, что я сошёл с ума, но ваши глаза, вы похожи на него. Извините, должно быть, вы меня с кем-то перепутали. Я новичок в этих краях, так как я только приехал в долину. Меня зовут Росимир. И я сын Ванды, да? Племянник Иордана. Да, всё так и есть. А ты что, знал мою маму? Такие к тебе вопросы, а? Ой, слушайте, а текстурки-то Юнигосту поправили. Раньше он был прям седой-седой, такой весь морщинистый. Здесь прям молодой-молодой. Не совсем. Я знал о ней, но на самом деле мы никогда не встречались. Он хотел, чтобы его семьи и семьи были разделены. Не думаю, что я понял вообще, что ты имеешь в виду. Вы подождите. Что вы имеете в виду, говоря, знал ли я её? Она в порядке? Я надеюсь, где бы это ни было, я потерял обоих родителей на войне. Да, печальная история с отсылкой на вступительный ролик. Чёрт побери, этот мир вздыхает. А, этот мир, думаю, он может быть столь же жестоким, сколь и прекрасным. Мне жаль, мой мальчик. Никто не должен терять своих близких так рано. Что ж, они умерли, чтобы я мог жить. И я планирую взять от этой жизни всё, что смогу, чтобы почтить их жертву. Да, перевод, конечно, такой. Это очень по-взрослому, я уверен, что они были бы счастливы слышать это. Вы упомянули моего дядю Иордана, я действительно пришёл сюда искать его. О, Рассимир, я ненавижу доставлять плохие новости. Вашего дяди Иордана больше нет с нами. Он скончался три года назад. Мне очень жаль, и я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Он был моим близким другом. Вот и всё, остался только я, как говорится. Да, не говорите так. Да и посмотрите на меня. В долине живут отзывчивые люди, которых с радостью помогут вам всем, что вам нужно. Я один из них. Слушайте, это просто утомительно. Диалоги как остались пустыми, так и остались. И перевод их не спасает прям совсем. Ну давайте спросим, что же нам делать-то теперь Юнигост. И он нам говорит, что мы вольны, ассист там, где захотим. Даёт нам разрешение строиться и сеять на любых свободных землях. Всё такое, это то, что нам нужно. Я думаю, что в первую очередь это игрушка про стройку и управление. И уже во вторую очередь про квесты, потому что локализация слабовата. Так, он дал нам разрешение. Мы должны платить подати. И поднимать, значит, свою репутацию. Ну и отлично, он даёт нам первое задание. И собрать ветки и камни здесь было. И нужно построить каменный топор. Построить, говорю, собрать. Господи, что ж так резко деревьев? Серьёзно, она прям резко здесь? Да, локализация не только в сюжете пострадала. Но ничего страшного, механики этой игры увлекательные. Я очень хочу их посмотреть. Думаю, вам тоже будет интересно, что тут дети по-прежнему нелепо ходят. Да. И стоят. О, они общаются теперь, да? Они что-то делают, играют. Ольга и Миеску. Ольга и Миеску. Ага. У одного меча, у второго погремушка. Интересно, кто выиграет. Понятно. Видимо, меч, погремушку он спрятал и опустил голову. Ну ясно всё с тобой, Миеск. Ольгу обидел. Всё понятно. Так, каменный топор нам нужно построить. Давайте построить каменный топор. Так, есть деревянный молоток. Срубить пять деревьев и набрать соломы. Опа. А вот это интересно. Это что такое? Извозчик. Ну-ка. Привет. Что я могу сделать для вас? У него можно спросить новости. Баранец. Я слышал, у кого-то там есть задание для вас. Прекрасно. Сходим. А где я могу найти продавцы? О, теперь можно узнать хоть где-то, а не в интернете, где что продаётся. Правда? Это просто классно. Так, специальное. А что такое специальное? Экзотические товары. Ну-ка. В Хорнице у нас есть экзотические товары. Так. А где я могу найти домашний скот? И допустим, нам же по-любому понадобится осёл или лошадь. Правильно? Мы же не будем вечно передвигаться пешком. Ситки, кутки. Блин, подождите, я что-то не помню такой деревни раньше. Ну-ка. Совершить диалог. Карта. Кутки. Это теперь полноценное поселение, и там есть ослы. А что вообще на карте изменилось? Квесты отображаются. Угу. Хорница. Хорница, экзотические товары. Что-то это прям далеко пока что. Гастовия. Ясно. Квесты. Ага. Ну, в принципе, поселения так и остались. И где-то тут вот, как я читал в родмапах и патчноутах, бандиты у нас тут где-то вот тут вот по лесам шастают и периодически нападают. Угу. Так. Альберик, агрессор. Ничего себе, какой король. Ну-ка. Сколько стоят твои услуги? В принципе, в принципе, реализуемо, да? Чем ближе поселение, тем меньше цена. Очевидно, я так понимаю, да? Назад. А самая дорогая цена у тебя какая? Четыреста семьдесят. Ага. А вот до хорницы сколько? Триста. Так, ладно. Нам нужна солома. Блин, извозчики, серьезно? А есть какое-то, кроме вот, может быть... Нет, нигде тут ничего, ни потыкать, ни сесть. Уже без седла, серьезно? А, у него же, да. Ха, ясно. Так. Идем к водоему. У нас там уточки плавают, уточки. Это красиво. Камыши собираем. Солому. Отлично. Надо будет побольше собрать. Нужно прокачать берк выживания. Угу. Так. Солому собрали. Давайте-ка еще на всякий случай. Я вот просто думаю, что если первую свою кибиточку сейчас построим, чтобы осталось в запасике. Все-таки как-то... А, я уже пить хочу. Оп. Так. Так. И пошли-пошли рубить деревья. Так. Как же у нас там был инвентарь? Инструмент? Каменный топор на цифру 1. Лопату на цифру 2. А, нет. Вот так. Замечательно. Так. Интересно. А добавили ли возможность строить мосты? Потому что у нас там дальше по дороге, прямо если идти... Опа. Пшеница. Собираем. Там дальше, если идти по дороге, есть такой островок на озере. Ветки собрать. Они мешают мне смотреть, что тут есть. Что, кроме пшеницы, прям ничего? Тю, печаль, беда. А добавили, интересно, повозки. Колес теперь не бесполезная вообще вещь? Так. Здесь была глина. Я помню, должна была торчать лопата. Где-то тут что-то подобное было. Ну и не судьба. Ну и ничего страшного. Хотя, может быть, сразу глину наберем? Так. Я думаю, 3 нам точно хватит пока что на первое время. Не вижу смысла прям ударяться в глину сейчас. Насколько я помню, мы можем только парочку лениных изделий сделать. Так. Им нужен топор. 5 деревьев. Блин, серьезно? Даже в этом патче это не исправили? Такое большое бревно. Его же, очевидно, можно было на 2 распилить. Но... Ну ладно. Еле-еле. По-моему, самые продуктивные деревья это вот эти клёны. С них больше всего бревен падает, да? По 4 или по 5. 1, 2, 3, 4. Ага, 4, запомним. Так, нужно сделать деревянный молоток. Деревянный молоток. Смастерить. Деревянный молоток. Ага, есть. Открываем инвентарь. Так, здание. Доступ к меню строительства можно получить через меню здания. Выберите здание, которое хотите построить и найдите для него подходящее место. Строения не могут быть построены слишком близко к другим деревням и требуют относительно ровной поверхности. Чтобы полностью построить здание, вам понадобится молоток. При строительстве домов вы можете выбрать материалы, которые хотите использовать для каждой стены и модуля крыши. Замечательно. Давайте-ка еще зайдем, наверное, в навыки. Может, там что-то прокачали. И мы прокачали выживание. Значит, знание о выживании. Опять больше процентов опыта нам это, наверное, не надо. Закаленные лучше переносятся колебания температур. Я думаю, тоже как-нибудь справимся с одеждой. И вот на 25% больше сопротивление отравлению. Давайте-ка, наверное, это возьмем. Повышение уровня. Вы уверены, что хотите потратить свой балл навыка на этот навык? Конечно. Разумеется. Что у нас дальше есть? В режиме проверки видны палки, камни, грибы, перья и травы. Замечательно. Оставляем. В смысле, оставляем. Приметим этот навык на будущее. В режиме проверки видны палки. Это я уже читал. 10% больше здоровья. Блин, это тоже бы пригодилось. Выживший. На 10% медленнее потери еды и питья. Я думаю, да. Устойчивость к алкоголю. Посмотрим, как вообще влияет алкоголь на персонажа. На 10% быстрее движение в воде. Зачем это вообще здесь в игре нужно? Так, на 10% меньше урона. Блин, наверное, с бандитами-то это будет работать, да? И медленнее расход выносливости при движении. А еще пока я рубил деревья, мне открылся колодец. Колодец, я так понимаю, это источник воды, да? Постройка добычи. Работники обеспечивают селение водой. Прекрасно. Так. Давайте откроем карту. У нас тут куча всяких квестов. Вот здесь вот у нас есть три аж деревни, да? Я думаю, давайте, знаете, как сделаем? Тут же есть транспорт в игре, да? Можно построиться либо возле вот этих деревенек. Ну, такой, первый скромный домик поставить. А потом расширяться. Нет, ребятки, нет, это все не то. Я вот сейчас еще что-то подумал. Не нравится мне эта идея. Давайте будем аскетично выживать. Где-нибудь вот здесь поставим вот прямо на берегу первый домик. Насколько я помню, вот здесь на карте здесь площадочка есть. Можно первые посевы разместить. И будем копить деньги, естественно, на покупку ездового животного. Вообще посмотрим, как это все здесь реализовано, чтобы уже ездить, закупаться, все продавать. Вот по кругу карты. Так. Это значит цена вот туда куда-то, да? Ну-ка погнали. А если убрать топор быстрее идем? Нет. Также. Я прекрасно понимаю, что Ютуб мылит картинку. Но, ребята, картинка просто в игре бомба. Просто очень сочная. Все эти деревья, лепесточки, камушки разбросанные, игра теней. Это офигительно выглядит. И оптимизация. Самое главное, что наконец-то подтянули оптимизацию. Просто шикарно. Обалденная вещь. Так. Ну, куда-то сюда я пришел. Там у нас уточки видно. Видно уточек. Здесь есть камыши. Отлично. Надо только попить сразу. Оп. Блин. А вода, по-моему, как была, так и осталась, да? Ну да. Ну ладно. Так. Соответственно, вот где-то там вдалеке мы будем строить с вами большущую деревню. Просто городище от бабаха. Но-но-но-но-но. Нужно какое-то местечко, где я пока что буду прокачивать навыки Росемира, да? Вот это можно срубить, нет? Или как-то подобрать нельзя? К сожалению. Ладно. О! Вот здесь вот прям поставим с вами первый домик и обнесем его красивнючим забором. Так. Что нам нужно для этого? Взять деревянный молоток. Назначить на горячую клавишу. Оп. Берем его в руки. Здание. Постройте свой первый дом. Дом. О! Технологии полторы тысячи. Серьезно? Так долго? И как-то мы его разместим тут. Вращаем. А он у нас... Эх! Вот как-то так вот нельзя его в упор поставить. Ладно. Пускай такой будет. Так. Для фундамента нам нужно 10 камня. И потом мы уже сможем что-то редактировать, да? Раз. Два. О! Да. Прокачиваться надо будет однозначно. Что-то медленно. Так. Оп. Не понял. Ага. Сборка. Серьезно? Прям каркас нужно сначала ставить, а потом выбирать? А, ну да. По-моему, в прошлых версиях же так и было. Вот. Теперь мы можем выбрать, какой вообще будет наш домик. Так. Редактировать. Это у нас что? Просто стена? Это у нас дверной проем. Так. Дверной проем. Мы можем сделать его... Стена-плетень. Ясно. Деревянная стена с дверью. И каменная стена с дверью. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну давайте пока первый наш будет, он будет деревянный. Шиканем. Сейчас как раз пойду наберу деревьев, бревен. И построю здесь все. Так. Стена деревянная. Стена деревянная. Окошко. Ну окошко мне здесь прям не нужно. На задний дворик. Хотя пускай будет, да? Стена-дерево. 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 И окошко я уже сделал, да? Крыша-крыша. Блин, а интересно было бы на сочетание посмотреть камня и дерево, да? Так, для крепкого сна нужно построить крышу над головой или хотя бы развести костер. Поспать можно в промежутке между 7 и 7. Если вы заснете, персонаж проснется следующим утром. Сон в кровати восстановит немного здоровья, а у костра нет. Где бы ни заснули перед сменой сезона, проснетесь утром в своем доме. О как. Так. А крышу-то мы какую сделаем, интересно? Крышу можно сделать дощатую, соломенную. И крышу из дранки. Но здесь нам нужны доски. А здесь нужна солома. Ну что же. Пошел я за деревом. У нас есть лопата, поэтому не оставляем за собой корней, естественно. О! Еще хранилище доступно, это же замечательно. Да и тишкин корень-то, что у тебя там такие за корни-то, что ты... О! Нормально. Так. Где у нас молоток? Соломы, по-моему, хватает. Эх, камня не хватает. Да. Совсем забыл про это. Ну ладно. Давайте пока построим из того, что есть. Маленький дом, уже 18% от насти надо с дверью. Остальное меньше процентов дает. Ну ладно. Не хватает. Придется еще раз сходить. Кажется, я совсем не успеваю. Придется построить какой-нибудь костер. Смастерить. Где у нас тут? А где здание? А где костер? Смастерить. Дорога. Нет. Ага, костры. Ну вот, костерок пока что. Вот где-то здесь возле дороги поставим. Будем ночевать здесь. В холоде. Ага, спать. Ну и до следующего дня. Отлично. Возле костра проснулись. И засветло. За дровами. Обожаю эту игру. Оп. Так, костерок снесли. Теперь сборка. Маленький дом. Вывеска. Ей можно управлять. Статус не построено. Ну это понятно. Жилое строение. Здесь можно спокойно выспаться. Подходит для размещения жителей деревни. Внутри есть каменный очаг и котел. Три человека сюда можно подать и один. О как. Вот так, да? Так, камушки. Насобирал камушки. Брюйвин там пособирал. Должно хватить. Опа. Ага. Да, еще и запасик небольшой у нас остается. Так, главы. Главы это серии заданий, которые появляются в начале игры и знакомят вас с игровой механикой. Это поможет вам на начальных этапах строительства вашего нового поселения. Завершение каждой главы открывает следующий этап развития, определяющий максимальный лимит построек, который вы можете возвести. Ой, а я в настройках же лимит настроек-то выкрутил, потому что я изначально знал, что я хочу очень большую деревню. Так. А что-то тут свет. Блин, так много оповещений, серьезно, такие громкие. Глава 2. Выживший. Установить ловушку. Деревянное копье. Каменный нож. Охота на дикое животное. Выжить в течение сезона, то есть еще 4 дня. Включая этот. История Юнигоста 1. Поговорить с Доброньегой. Так. Ну и что мы имеем-то тут? Двуспальную кровать? Обычную кровать? Деревянная стена, ее можно украсить? Ох. Да ладно, наконец-то, серьезно, вешалки, оно функционально? Блин, декор тоже надо исследовать. Ну ладно, допустим, вешалка 250, да, технологии? Двойная вешалка уже 1000. Светильник? 5000? Серьезно? А почему так много? 1000, 5000. Трофей Зубра. Ну, то есть на Зубра еще надо походиться, да? Пусто. А этот вариант уже выбран. Да, я уж понял. Деревянная полка 250. Полка еще за 500. За 1000, за полторы. За 2500. А это все интересно, функционально? Обалдеть. Так, ну котел, понятно, сундук. 50 килограмм. Ё-моё, ну это что за... Вот если я в настройках игры устанавливаю себе бесконечный вес. Ящики-то зачем ограничивать? Блин. Так, ну ладно. Деревянная стена с окном украсить. Ставни можно поставить. Обалдеть. Ох, какое же у нас с вами красивое будет прохождение. Я прям хочу. А, здесь из внутренней и с внешней стороны одной тоже можно сделать. Да? А, ну только трофеи. Почему-то можно только внутри. Слушайте, а мне кажется... Или может только на конкретной стене? Да нет. А мне кажется, вот как-то трофей снаружи в виде черепа этого зубра было бы прям нормально. Или вот лось. Особенно в домике охотника. Чё, зачем они ему внутри? Ну а то снаружи хвастаются, мол, я охотник. Лося вот такого-то... Опа! Я посмотрел на индикаторы слева внизу. Пора бы помыться и перекусить. А то я с начала игры так до сих пор ничего и не кушал. И сразу попьём. Замечательно. Открываем инвентарь. Что у нас здесь? Овсяный рулет, сушёное мясо. Подорожник ухватил каким-то образом. И яблочко. Ой, я вот яблочко бы съел. Съесть. 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 Ой, совсем мало. Не наелся. Ну давай. Плюс пятьдесят пять овсяный рулет даёт. Хочу. Вот прям рулетиком бы. Так. А что подорожник? Полезная трава. Обладает целительными свойствами. Пригодна в пищу и для ремесла. Для ремесла. Ох как. Ну-ка. А вот это плюс пять пища. Раз, два, три. Нормально. Так. Пока я тут ходил за камушками да за дровами. Они же брёвна. У нас тут прокачалось что-то немножко. Выживание. Нам однозначно нужно прям вот палки, камни, грибы и перья точно берём. Чуй-канавык называется. Ага. И вот следующий уровень на десять процентов больше здоровья. Надо будет подумать из чего выбрать. А, у меня ещё один есть, да? На десять процентов медленнее потери еды и питья. Но это, я думаю, пока что не критично. Попить мы можем всегда из лужи, да? А вот покушать. По-по-по-по-по-по, да. Так, устойчивость к алкоголю. Такое себе. А здесь что открывается? Расход выносливости при движении. Слушайте, ну быстро и многих, как говорится, ничего не боятся. Поэтому если мы не будем брать на десять процентов больше здоровья, мы, наверное, вот в выносливость ударимся. Интересные дела. Ну, пока что вот на десять процентов потеря еды и питья медленнее. Вот мне вот это хочется. Так. А здесь что? Получаем опыт при добыче материалов. Понятно. Материал в горе минералов. Пять процентов шанса найти дополнительные предметы при копании. Сомнительно. Топоры ломаются на пять процентов медленнее. Ну это нам как никогда. Сейчас надо, прям надо нам это. Ой, пятьдесят процентов ресурсов возвращается при сломе построек. Да, это точно надо взять. Короче, пока что ударимся в топоры. И потом возьмем, наверное, вот эту штуку. Дерево технологии. Открылось хранилище. И дровяной сарай. Хранилище это у нас непродовольственный склад. Здесь все ресурсы, емкость, несколько хранилищ суммируется. Хм, неплохо. Я так думаю, что нам с вами знаете, что стоит сделать? План-барабан. А можем ли мы, вот у нас тут есть дровяной сарай, значит, взять сейчас, построить домик второй, махонький самый, построить, значит, хранилище и дровяной сарай. И пускай там нам какой-нибудь Вася Пупкин, которого мы пригласим, я надеюсь, в скором времени, в этом домике живет и дрова добывает. А? Как вам план-барабан? По-моему, идеально. А что у нас тут по... Вообще схемам-то? Лежачий пень. Он что делает? А, это мебель. Исключительно для красоты. Может использоваться сельскими жителями. Правда может? Ох, надо посмотреть. Изгородь из палок. Забор. Декоративное изделие для красоты. Ясно. Забор точно будем строить. Блин, это из палок. Он же такой, самый простенький, да? Ну и ворота из палок. А, подождите, раньше ворот не было. Теперь ворота есть. Декоративная структура, обеспечивающая эстетическую ценность. Ну, посмотрим. Дровяной сарай. Каменный вазон. Украшения. Можно посадить травы. Ой, это же можно сделать свой дом функциональным. Плетень. Плетеный забор. Вот это вот красивенький, я помню. Декоративное изделие. Ну и плетеные ворота. Блин, нам нужно срочно добывать деньги, чтобы все это начать строить. Охотничий домик. А давайте по этой ветке строительства пройдем дальше. Что у нас тут вообще появилось-то? Простой дом. Схема. Деревянный табурет. Ой, а не могу купить пока, да? А что, навестись просто не могу? Чтобы посмотреть, что это? Тю, ну это что, кто же, раз так делается-то? Где тут помечтать хотела? Оно, оказывается, так не работает. Ну и ладно. Посмотрим так. Табуретки, столы, скамья, штора. Ура, нифига себе элемент декора. А что на него? По-любому ткань надо, да? Будет полочки, вешалки. Ясно. Шалаш землекопов у нас открывает уже глиняный вазон. Стоячий факел, это очень важно. В смысле дощатая дверь? А у нас сейчас какая? Из чего у нас сейчас дверь? Ну-ка. Ну, по-моему, это доски. Ну, прям к бабке не ходи, доски. Ну, не самые симпатичные, но доски. Ну-ка. Ай, нельзя же посмотреть. Хранилище. Укрепленная деревянная дверь. О, а может быть это имеется в виду, что эти двери нужно в хранилище ставить, чтобы никто ничего не украл? Может быть это как-то влияет? Ну, мол, крепкая дверь у нас тут сырая, никто не пройдет и всякое такое. Интересно, интересно, надо посмотреть. Деревянные ставни, понятно, мы уже видели их в меню. Украшения из соломки. Просто пучок соломы на стену повесить? Да почему бы и нет. Бревенчатый забор, бревенчатые ворота. Ясно. Деревянный вазон. Резная деревянная дверь. Хочу кошерный дом. Прям срочно укрепленные ставни. Деревянная двойная полка, понятно, цветочный подвес. Интересно, можно ли в нем что-то выращивать? Ну, понятно, столы, стулья, скамейки. Резные деревянные ставни. Ага, чистокол, подвесной фонарь. Подождите, мы же могли, вот по-моему, со ставнями, если да, мы могли их украсить. И тут вот было видно. Ага. А дверь? О, это деревянная дверь. Вот это резная деревянная дверь. А это дощатая. А это просто укрепленная. Слушайте, насколько я вижу, вот эта деревянная дверь не дощатая. Ну, не прям, чтоб сильно отличается-то. Но резная выглядит, конечно, уже посимпатичнее. Ну, укрепленная такое себе. Ладно, надо будет построить, посмотреть, как он выглядит. Так. Что у нас тут? Фонари, светильники, каменные заборы, большой цветочный подвес, большой цветочный венок. Ничего себе. Первую серию нашего прохождения, я думаю, можно закончить. Это кто такой? А он опасный? А у меня только топор, да? А он от меня побежал. Ух. Ну, я с тобой разберусь в следующей серии. Я запомнил, куда ты побежал. Так, ну-ка, ориентир. Опа. Всё ясно. Ты давай там. Ухо востро, держи. У меня как раз квест на охоту есть. Ну что. Первую серию, я думаю, можно будет закончить сейчас. В следующей пройдём квесты на выживание. Самые первые элементарные. Похожу за ресурсами. Может быть, что-то ещё построим. Подформим немножечко деньжат, чтобы открыть все новые схемы. Ну и прогуляемся по деревням. Посмотрим, что же там такого нового. И что нам теперь будет стоить заманить первых жителей. Всем спасибо за просмотр. Всем вкусного чая и добра.